Может ли оппозиция повлиять на итог этих выборов? Есть ли вообще смысл ходить на эти выборы? Можно ли вообще называть их выборами? И что, черт возьми, делать с бюллетенем? Дванков? Харитонов? Слуцкий? Или испортить, поставить много галочек? В чем тут разница? Привет, это Дима Трещанин и с вами рубрика «В смысле». Сразу скажу, до начала голосования осталось совсем ничего. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал, помогите продвинуть это видео, чтобы его посмотрели максимальное количество зрителей. Прежде чем начать, я немного представлюсь. Больше пяти лет я регулярно работал наблюдателем на выборах от ныне разгромленного движения в защиту прав избирателей голос. Да, это невероятно крутой опыт, но я не чтобы похвастаться. Наблюдатель должен очень хорошо знать закон о выборах и понимать все уловки и механизмы, как это работает. Видеть все возможности мошенничества и манипуляции на этих самых выборах. Так что это, можно сказать, моя профессиональная компетенция. Я изнутри знаю, как организуются и проводятся выборы. Однажды я даже был председателем участковой избирательной комиссии. Для подготовки этого ролика я, разумеется, еще раз перечитал закон, его постоянно меняют, и поговорил с другими наблюдателями, еще более опытными, чем я. И еще раз, прежде чем начать, да, то, что будет в эти выходные, это не выборы. Лучше всего эта штука описывается сочетанием «электоральная процедура». Причем процедура, не сказать, что приятная. Но этот ролик не о выборах в целом, а только и исключительно о голосовании. И вот как голосовать, пока хотя бы часть этой процедуры остается в наших руках, в руках избирателей? Поэтому, на мой взгляд, разговор все еще имеет смысл. Что ж, давайте рассмотрим все законные варианты для избирателей, включая самые экзотические. Такой вот обзор сценариев. Вот вы на избирательном участке. Что вы можете сделать? И я постараюсь не топить за какой-то из вариантов и привести все возможные, описав и достоинства, и недостатки. Вариант первый. Вы за Путина и хотите помочь ему победить. Тут на самом деле два сценария. Первый, казалось бы, очевидный. Сходите проголосовать, поставить галочку за Путина. Но, давайте честно, наша система не любит инициативных. Реально, без вас справиться. Организовать победу чиновники умеют. Даже так скажу, это чуть ли не единственное, что они умеют делать действительно хорошо. Поэтому второй вариант, если вы за Путина. Просто не ходить и не голосовать. Именно за счет тех, кто не дошел до участка и делают почти все вбросы. На каждом таком участке ограниченное количество бюллетеней. Выше потолка не вбросишь и не впишешь. Конечно же, вот так пачками голосуют именно те, кто на выборы не пришел. По крайней мере, в тех комиссиях, где хотя бы делают вид, что считают. Так что, конечно, равенство не пришел равно проголосовав за Путина, все же нет. Но вероятность, что будет именно так, очень высока. Есть такая школа мысли, достаточно популярная на самом деле, что вот ты пришел на выборы и таким образом легитимизировал, извините, сами выборы и совершенно предсказуемую победу Путина. В этом рассуждении есть рациональное зерно. Но если мы знаем, что выборы нечестные, так зачем участвовать? Да, действительно, мы, общество, никак не контролируем выборы в целом. Регистрация кандидатов. Явно неравное положение даже тех кандидатов, кого допустили. Почти полностью бесконтрольный подсчет результатов. И так уже многие годы. Но вот в этом-то и проблема. У граждан остается прямо минимальный, даже микроскопический зазор для того, чтобы хоть что-то в этой монолитной машине сделать. То есть само голосование. Но мысль, что все решено заранее, что участие бесполезно, что голос только укрепит эту систему, отталкивает людей. У политтехнологов в ходу такой термин – сушить явку. То есть, чтобы на участки пришли только те, кого организовали. И, конечно, та или иная сушка явки в России используется каждой выборы. Вот не ведитесь. В мировой истории было счетное число ситуаций, когда мощный организованный бойкот на что-то влиял. Стихийный и даже, скорее, эмоциональный бойкот «ну не пойду и все» никогда. Ну и насчет легитимности. Это такая штука. Вбросили на вашем участке 200 бюллетеней. А потом в книге избирателей поставили подпись «за вас». Укрепилась тут легитимность? Не уверен. Ладно, допустим, вы все-таки дошли до участка. И тут тоже, на самом деле, масса вариантов. Начну с самого неочевидного и даже, может быть, маргинального. Когда-то я сам так развлекался. Вы приходите, берете бюллетень, а потом просто уходите с ним, а не кидаете в урну. Это такой сувенир. Да, это абсолютно законно. Зачем так делать? У меня была такая мотивация. Дело в том, что комиссии очень плохо знают закон о выборах. И пропавший бюллетень для них ЧП, паника. Гораздо проще проигнорировать эту пропажу. Хотя, еще раз, с точки зрения закона, это абсолютно штатная ситуация. И безграмотная комиссия или комиссия, которая вообще не считает, а рисует результаты, пропажи вашего бюллетеня как бы не заметит. Активисты использовали это, чтобы подать в суд и оспорить итоги выборов. Правда, не то, чтобы особо результативно. Я, честно признаюсь, этот замысел ни разу не доводил до конца. Сразу предупрежу, раз комиссия малограмотная, она честно может не знать, что вы по закону имеете право выносить бюллетень. И тут могут быть проблемы, в том числе с полицией. Кроме того, такие выносы использовались в технологии, известной под названием «карусель». Когда человек приходит на участок с уже заполненным бюллетенем, получает чистый, заполненный кидает, а чистый опять выносит. И тут интерес полиции и даже наблюдателей может быть вполне законным. А что это вы делаете? И для кого? Итак, плюсы этого метода. Вы пришли на выборы, значит, вбросить ваш голос будет сильно сложнее. И это будет прямо заметно на итогах. Доказательно заметно. Минусы. Во-первых, возможные неприятные диалоги с полицией. Во-вторых, раз в урне вашего голоса нет, на сумме за кого-то это не отразится никак. Число пропавших бюллетеней на прошлых президентских выборах было около 50 тысяч. Это, конечно, совершенно нереальная картина. Вот навскидку выборы 2008 года. И там 102 тысячи пропавших бюллетеней. То есть да, этот показатель прямо подтверждает корректировку результатов. Голос специально подсчитывал это. Целые регионы отчитывали, что у них ноль вынесенных бюллетеней. Следующий вариант. Порча бюллетеней. Сразу предупреждаю, это работает только на выборах вида «победитель получает все». То есть, как сейчас на президентских. Парламентские устроены иначе. Казалось бы, какая глупость взять и испортить бюллетень. Точнее, сделать его недействительным. На самом деле, если внимательно читать закон, не такое это и глупое действие. Дело в том, что при подведении итогов голоса считаются так. Отдельно за кандидата А, отдельно за кандидата Б и так далее. И отдельной кучкой недействительные бюллетени. И де-факто получается, что эти самые недействительные бюллетени отнимают голоса у всех кандидатов. То есть получается, что это как бы отдельный кандидат. То есть, вернее сказать, если бы у нас в бюллетене оставалась графа «против всех». Конечно, такой кандидат не может победить. Даже если предположить невероятное, что недействительных будет больше половины, выборы при четырех кандидатах все равно признают состоявшимся. Но и остальные кандидаты получат пропорционально меньше. Тут необходимо несколько скучных теоретических отступлений. Во-первых, есть разница между испорченным бюллетенем и недействительным бюллетенем. Испорченный — это когда вы что-то нарисовали, рисунок вам не понравился, вы идете к комиссии и просите выдать новый бюллетень взамен испорченного. У вас есть такое право по закону. Так можно делать и не один раз, но будьте разумными. Пытаться разрисовать все бюллетени участка бесполезно. У комиссии тоже есть право запросить добавку. А вот недействительный — это когда в квадратиках либо ничего нет, либо что-то есть больше, чем в одном квадратике. Второе. Что такое вообще недействительный бюллетень? Точнее, как правильно сделать его недействительным? Тут не так все очевидно. И реально очень многие делают ошибки. Вот бюллетень. Не настоящий, конечно. Вот вся эта зона с точки зрения закона никак не влияет. Тут может быть что угодно. Наверное, я бы не рискнул наклеивать что-то или как-то повреждать. Но вот рисовать можно что угодно. И как угодно. Плевать. Ну, то есть я могу предположить безграмотную комиссию, которую любой разрисованный бюллетень посчитает недействительным. Но по закону имеет значение только отметки в квадратиках. И тут главные нюансы. Если ваш рисунок хотя бы хвостиком заехал в квадратик, это голос за кандидата. Вот классический пример такой ошибки. Поверьте, я подобное видел десятки раз. Человек хотел выразить свой протест, а в итоге проголосовал за того, за кого явно не хотел. Поэтому, чтобы надежно сделать бюллетень недействительным, крестики, галочки, любые рисунки должны быть во всех квадратиках. Вот во всех квадратиках. Если вы разрисовали бюллетень, но оставили квадратики пустыми, ну кто поручится, что галочку где надо не проставит за вас? Ну и последнее про этот метод. На любых выборах есть какое-то количество недействительных бюллетеней. Кто-то так выражает протест. Кто-то реально до сих пор не умеет голосовать. Кого-то пригнали на участок, и он просто оставляет абсолютно пустой бюллетень. На прошлых президентских выборах таких было чуть больше процента. Итак, плюсы. Вы голосуете за кандидата, которого как бы нет. За кандидата против всех. Минусы. Такой кандидат никогда не победит. Если вы топите за конкретного политика в этом списке в бюллетене, вариант явно не для вас. Впрочем, справедливости ради. Порча бюллетеня, то есть голосование против всех, математически никак не вредит идее очень гипотетического второго тура. Звучит контринтуитивно, правда? Но это так. Для победы в первом туре один кандидат должен набрать больше половины голосов. Включая недействительные. Так это работает. Прежде чем я перейду к кандидатам и их описанию, напомню про свой ролик, который мы записывали в ноябре. Когда вообще не было понятно, никто выдвинется на эти выборы, никак будет вестись компания. Ролик называется «Как устроены выборы Путина». И там я описывал 10 грязных приемов, традиционных для его компании. Самое время вспомнить, как они использовались на этот раз. Пункт первый. Позднее выдвижение. Есть. Хранил интригу до начала декабря. Пункт второй. Самовдвижение. Но как бы нехотя, по многочисленным просьбам трудящихся. На этот раз трудящихся играл полевой командир Артем Жога. Пункт третий. Никаких дебатов. Тут, мне кажется, даже уточнять не надо. Пункт четвертый. Пока вы пиаритесь, я работаю. В графике Путина все его появления были президентскими, а не кандидатскими. Даже свою программу он зачитал, как послание Федеральному собранию. Да, я осторожно предположил, что он вновь, как в 2000 году, полезет в военный самолет. Полез. Но не в истребитель, а аж в стратегический бомбардировщик. Старые трюки лучше любых новых. Пункт пятый. Подкуп избирателей. Вот, видимо, какой-то кириенковский паблик постарался за меня. Все собрал. Пункт шестой. Добавить человеченки. Вот этого, я честно думал, будет больше. Но тоже было. Конечно же, все это было очень сильно срежиссировано. Например, вот тут роль простого жителя Ставрополья сыграл спецназовец в штатском. Пункт седьмой. С переигрыванием правил выборов. Он был исполнен уже в ноябре. Но, наверное, самое значительное с тех пор. ЦИК добавил 4,5 миллиона избирателей за счет так называемых новых территорий. Это вообще-то почти 4% избирателей сверху. Конечно же, столько людей там сейчас нет. И мы знаем, как там будут голосовать. Пункт восьмой. Старые обещания. Они не выполнены. И, конечно же, никакого подведения итогов этого срока у Путина не было. Осталось два пункта. Спарринг-партнеры и либераха для битья. Конечно же, они оба выполнены и перевыполнены. И теперь самое время поговорить о так называемых альтернативных кандидатах. Начну, пожалуй, с Харитонова. Несмотря на тусклость и нелепость этого кандидата, история тут как раз самая яркая и демонстративная. Перенесемся в 2000-й год. КПРФ на выборах президента представляет Геннадий Зюганов. На тот момент он еще относительно молод. Он узнаваем. Победить Зюганова в 96-м Ельцину удалось ценой буквального надругательства над выборами и раздачей государства по частным карманам. И вот в 2000-м Зюганов оппонирует Путину и набирает 29%. Или почти 22 миллиона голосов. Четыре года спустя, 2004-й, КПРФ почему-то представляет уже Николай Харитонов. Да, этот самый Николай Харитонов. И несмотря на почти полное отсутствие харизмы, берет больше 13% голосов. Тогда бренд КПРФ весил побольше. Но количественное падение голосов больше, чем вдвое. 9,5 миллионов голосов против 22 в 2000-м. Вот это и называется сушка явки. Интересно даже, что заставило уже тогда выдвинуть КПРФ совсем не проходного кандидата. Так выстрелить себе в обе ноги. Какие там аргументы использовались. И вот 20 лет спустя мы видим того же Николая Харитонова. Еще менее харизматичного. Вот он сжимает кулачок. Даже искреннему фанату КПРФ голосовать за такое, ну, сложно. Еще, для понимания. Узнали мы о выдвижении Харитонова от источников РИА Новости. Уверен, что и в самой КПРФ об этом тоже узнали от источников РИА Новости. Немножечко еще раз вернемся в 2004-й. Кто там кандидат от ЛДПР? Некто Олег Малышкин. Он то ли охранник, то ли водитель Жириновского. Предсказуемо получает 2%. Опять та же самая сушка явки. Смотрим на ЛДПР теперь. Ну, там всегда были проблемы с каким-то лидерством, кроме, увы, уже для этой партии покойного Владимира Жириновского. Сейчас у ЛДПР вообще непростая ситуация. Эта бизнес-структура вообще не факт, что выживет. Поэтому они не могут позволить себе еще одного кандидата-охранника. Они выдвинули Леонида Слуцкого. Знаменит он домогательствами для журналисток и коррупцией. Справедливости ради, компанию он ведет не от себя, а мертвым Жириновским. То есть сам вообще почти не отсвечивает. Ну, особо, видимо, и нечем. Ну и, наконец, Владислав Дованков. Сам проект «Новые люди» достаточно забавный. Такое впечатление, что у Сергея Кириенко есть какая-то тоска по былому, по союзу правых сил. Но без всех этих людей с принципами, вроде Бориса Немцова. И вот он сделал такой, как говорят англосаксы, pet project. Карманную партию. И Дованков идеальный либераха для битья. Настолько идеальных еще не было. Для бизнесменов, таких экономических либералов, либералов-капиталистов, он крайне сомнительный. Потому что МЛМ это, извините, крайне сомнительный бизнес. А он именно оттуда. Для государственников он точно чужой. То есть он не отнимет ни одного голоса у Путина. Для антивоенной аудитории он тоже явно не свой. Но как может быть своим человек, представляющим в Госдуме Луганскую Народную Республику? И вот эти трое слева направо. И они демонстративно, отвратительно, и это нарочно так устроено. Не ходите, не голосуйте, не выбирайте. Значит ли это, что за эту троицу нельзя голосовать? По моему мнению, строго наоборот. Если ты видишь манипуляцию, а это именно откровенная манипуляция в стиле «Народ-то у нас быдло, все схавает», то надо действовать наперекор этой манипуляции. Да, зажав нос и зажмурив глаза. Абсолютный, извините, оппортунизм против крайнего ультра-оппортунизма Путина. Так а за кого именно? Но кто-то видит разницу и даже находит какие-то доводы за того же Дванкова. Ну, тот же Максим Кац. Почему нет? Хотя вот пускай кубик скажет. У меня, к сожалению, только шестерка, и она черная. На камеру, наверное, будет плоховато видно. Пускай единичка и двойка – Дванков. Три-четыре – Харитонов. И пять-шесть – Слуцкий. Пять. Это у нас что? Слуцкий. Боже мой. Вот мы и выбрали президента Российской Федерации. Итого, за этот метод. Это самое простое из всего – голосование за кандидата без всяких там деструктивных действий. Недостатки. Так или иначе, это сделка с совестью. Но кто всерьез хотел бы видеть любого из этой троицы президентом России? Даже они сами вряд ли этого хотят. Все эти сценарии – и вынос, и порча, и голосование за непроходную троицу – можно описать как протестное голосование. Несмотря на все усилия Кремля, некоторое пространство тут есть. И я считаю, что его можно использовать. Главное тут, пожалуй, понимать, сколько усилий прикладывает Кремль, чтобы сделать именно такую картину. Картину, где само восприятие выборов должно быть максимально безнадежным, предопределенным, заведомо решенным. Раз эти усилия есть, значит, надо думать, как перевернуть эту историю. Удастся ли этот протест? По цифрам, скорее всего, нет. Мы знаем, как будут считать эти голоса. Мы знаем, как проголосуют многие регионы, включая новые территории. Мы знаем, каким будет электронное голосование. Очень много кавычек. Мы не для того репрессировали и разгоняли голос, чтобы считать честно. Мы знаем, что горе-кандидаты до паники боятся получить больше оговоренного. Никто не хочет повторить судьбу кандидата от КПРФ Павла Грудинина, которого после выборов практически разорили. Спасибо, что живой. И они не очень заинтересованы защищать свои голоса. Тем более они понимают, что это не их избиратели. Тут им терять нечего. Ну и даже, предположим, уж совсем фантастический сценарий. Второй тур. И я бы с удовольствием посмотрел, как все они в ужасе снимаются с выборов один за другим. Но если без ненаучной фантастики, итоговые цифры не должны никого разочаровать. Вот буквально по-фи-гу. Я нахожусь в Праге и не могу призвать прийти 17 воскресенья в 12 часов. Я сам уже лишен этой возможности. ЦИК задумал какие-то очень странные манипуляции с заграничными участками. И у нас голосование снесли на пятницу. Акцию 17 в 12 придумал петербургский политик Максим Резник. Незадолго до того, как был убит, ее поддержал Алексей Навальный. Суть акции очень проста. Большая часть участков в городах России – это 2000 избирателей в списках. Даже несколько десятков, пришедших в одно время – это уже очередь. Если заполнять бюллетень вдумчиво, делая ответственный выбор – все-таки мы не дворника избираем при всем уважении к дворникам, а целого президента России – то подумать над тяжкой судьбой страны законом не запрещено. Как власть будет реагировать на эту акцию? Я не знаю. Очевидно, что как-то будет. Но ничего незаконного в том, чтобы прийти и проголосовать, точно нет. Единственное, но это совсем конспирология – смотрите, что вам выдают. На бюллетене в правом верхнем углу, вот здесь вот, должна быть печать именно вашей комиссии и подписи двух ее членов. Иначе это бюллетень неустановленной формы. И его считать не будут. И ни один из способов голосования, про который я рассказывал, акции 17-12, не противоречит. Можно даже вообще не голосовать и не получать бюллетень. Как вы себя поведете, кого выберете, реально. Решать только вам. На этом все. Спасибо, что досмотрели до конца. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте поставить лайк. И удачи всем нам. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова